Я вас всех очень люблю. Шайтану враг, а братьям друг, а прозвище его Фарук. Кто-то гадает? Поэтому, что, друзья, давайте спасать планету вместе. Мы приветствуем всех вас в нашем новом видео. Ас-салам алейкум. Сегодня мы решили снять для вас небольшой влог. Погода прекрасная, хотя уже середина октября. Такой день просто идеален для прогулки всей семьей. Несколько недель назад мои дети своей компанией поднимались на Синюю гору, которая находится неподалеку от места, где мы живем. Такая красивая высокая гора. Чуть попозже мы вам ее покажем. Съемки тоже сделали очень красивые. А сегодня мы решили просто так выйти, пройтись, подушать свежим воздухом, пообщаться, попить чай. Здесь это место находится совсем рядом с нашим домом. Но прежде чем отдыхать, мы решили немножко поработать и собрать огромную кучу мусора, который здесь невооруженным глазом может увидеть каждый. Бутылки, пакеты, все, что оставляют за собой отдыхающие. И вам тоже мы, конечно, советуем и рекомендуем обязательно брать с собой пару пакетов хотя бы. Каждый это будет делать. Но есть люди, которые низкой культуры, которые не понимают, насколько это страшно. Потому что с самого детства они должны понимать, что каждая бутылка, каждый пакет будет на этой земле много-много-много сотен лет, пока он исчезнет. Поэтому есть такие люди, которые этого не понимают. Но мы-то с вами это понимаем. И хотя бы по чуть-чуть, по одному пакетику мусора, если соберет каждый, то уже станет нашим планете хотя бы чуть-чуть полегче. Конечно, в идеале это все сдавать переработку. Конечно, это все было бы прекрасно. Но хотя бы то, что мы можем сделать своими силами, просто взять этот пакет, отвезти их на мусорку хотя бы, она обычная, ну ладно, что теперь делать. И то это будет облегчение для нашей планеты. Вообще, что я хочу сказать про экологию. Для меня эта тема, она очень важная, очень такая болезненная, потому что у меня много маленьких детей. И я понимаю, что у них будут, иншалла, тоже свои дети, будут внуки. И то, что наш род будет продолжаться на этой земле, иншалла. И это их коснется, к сожалению. Сейчас уже все мировые структуры, типа там Организация Объединенных Наций и другие, твердят в один голос то, что изменения климата, они реальны. И они уже касаются каждого из нас. И это очень страшно. Изменение температуры, изменение, страшнейшее загрязнение всех вод на планете. Нам грозит голод, нам грозит нехватка чистой питьевой воды. Ладно, не нам, но уже нашим внукам, нашим правнукам это грозит. И надо это понимать. Поэтому, что, друзья, давайте спасать планету вместе. И хотелось бы обратиться, люди, соблюдайте чистоту. Сейчас мы весь мусор уберем. Вот рыбаки приезжают сюда ловить рыбу. И вот, например, леску тут оставляют. Вот кто приходится там купаться, ловить рыбу, отдыхать. Если бы кто-нибудь там брал вот такой маленький пакетик и собирал бы там по чуть-чуть мусора, то я уверяю вас, что на нашей планете бы царила чистота. Сейчас месяц Рабеля Валь, месяц рождения нашего любимого пророка Мухаммада, салиллаху алейхи вассалям. И сейчас вообще самое время узнавать что-то новое об исламе, о его жизни и рассказывать, конечно, об этом своим детям. И у нас есть вот такая прекрасная книжка от издательского дома «Алиф», которую мы рассказывали еще несколько месяцев назад. Разыгрывали подарки шикарные от них. И вот себе мы решили тоже оставить их книжку, очень интересную, которая действительно для разного возраста подходит, для разного уровня знаний подходит. И взрослым интересно даже отгадывать эти загадки, и детям тем более. Поэтому загадаю сейчас детям пару загадок интересных, проверю, что они знают вообще об исламе. Намаз, ну вот это такая простенькая загадка, я думаю, это скорее даже для тебя. Муадин его поет, на намаз он всех зовет. Намаз. Тихо, слушай до конца внимательно. Будет утром мусульман, звонкий, громкий наш Азан. Азан, молодец. Когда встаем мы группой на намаз, им избирается всегда один из нас. В молитве он пример для мусульман, стоит он первым, ибо он... Азан? Азан? Нет, ты вообще не слушаешь смысл, Мухаммад. Девочки, догадались? Стоит он первым, ибо он... Кто у нас первым стоит? Имам. Правильно, молодец. Уму нашу он возглавит, в час суда нас не оставит. Его опеки каждый рад, пророк наш славный. Мухаммад. Днем не пили, днем не ели, и без дела не сидели. Светлый месяц Рамадан, целый день звучит Коран. Вечером и млад, и стар соберутся на... Ифтада. Молодцы. У мусульманина есть долг отдать с дохода часть налог, и каждый правоверный рад платить положенный... Заказ, заказ. Есть правда, ложь, добро и зло рассудит кто. Нам повезло, решит кто прав, кто виноват. Закон Аллаха... Шалят. Да, молодец, правильно. Себя он Богом назовет, и чудеса нам принесет. Но чудеса его обман, он явный враг для мусульман. От рук Иисуса он пойдет, а кто нам имя назовет? Даджаль. Молодец, ложенка. В общем, как вы видите, здесь очень интересные загадки для разных возрастов, и взрослым, и детям. Всем очень поздно, и время провести приятно, и с пользой, самое главное. Здесь получается 80 загадок, и все такие действительно прям интересные. Вот мы с мужем читаем, и сами даже удивляемся, насколько хорошо они составлены. Поэтому мы вам оставим ссылку на их инстаграм, на инстаграм Алиф, на их ютуб. Это не реклама, а наша личная рекомендация. И, пожалуйста, все, кто хочет воспитывать детей в духе ислама, подписывайтесь на них, следите. У них бывают разные акции к праздникам, скидки хорошие бывают. И это действительно такие книги, на которые нужно тратить деньги, если мы хотим, чтобы наши дети выросли со знаниями об исламе. Всем ас-салам алейкум! Сегодня мы хотим подняться на высокую гору. И сегодня мы с вами сделаем незабываемую экскурсию. Вот мы чуть прошли, сделали первую остановку. Но нам надо подниматься еще выше. Очень устали, сейчас сделаем небольшой привал и пойдем дальше. Ты устала? Да. Да. Дальше пойдем? Да. Теперь у меня твоя очередь бежать сюда. Я уже очень долго бежала, полпутю. Вот мы наконец-то добрались на вершину Синей горы. Отсюда мы видели весь поселок, даже Кизилюрт. Мы... Было очень сложный путь. Еле как сюда все вместе добрались. Сейчас мы перекусим и сделаем намаз и пойдем домой. Мы очень хотели забраться на Синюю гору. Тут очень красиво. И красивые виды. И мне тут очень нравится. Мы мечтали сюда залезть. Синяя. 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 Продолжение следует...